всем привет всем привет сегодня мы хотели обсудить насущные вопросы для владельцев ps4 те кто начал и для тех кто только собирается ее приобрести это немного отвлекает нас от летней распродажи playstation store совсем чуть-чуть да немного поэтому отвлечемся и поговорим на эту тему поехали поехали ну я считаю что эта тема настолько актуальна особенно в преддверии выхода ps5 что можно с нее в принципе начать сейчас абсолютно все позадачен вопросом покупки ps4 думает брать ps4 или все-таки подождать уже выхода ps5 что ты считаешь я думаю что если рассуждать таким образом то можно конечно и ps6 подождать но если серьезно ждать смысла нет то есть ожидая ps5 вы упускаете кучу игр которые уже вышли и еще большую кучу того что выйдет на самом деле до выхода ps5 как минимум год это минимум и соответственно при выходе ps5 новых игр будет достаточно мало и ждать их придется еще там около года поэтому на ближайшие два года ps4 идеальный вариант а будет кстати обратка по играм до обратку обещают как она будет реализована пока еще никто не знает то есть возможно будут играть ps4 просто идти на ps5 чуть лучшем качестве и прочим либо скорее всего игры ps4 будут подтягивать под ps5 то есть улучшать графику улучшать fps потому что ps5 обещает какие-то революционные технологии революционную графику революционные в плане именно ps то есть не не надо думать о том что купив ps5 можно обойти там какой топовый пк это вообще не о том полностью согласна и от себя хочу еще добавить ps5 в любом случае на старте будет достаточно дорогой и конечно же огромное количество желающих приобрести был ps4 точно будет и немало поэтому и продать бушную четверку будет конечно же не сложно я считаю что как у истинного любителя playstation и все что делает по сути sony для игрового мира стать владельцем безусловно новой консоли ну мне кажется должен каждый поэтому я жду с нетерпением и так как у меня есть уже ps4 для меня этот вопрос не открыт я очень жду когда выйдет ps5 чтобы ее приобрести в свою коллекцию согласен тоже жду тоже каплю я готовлю ключевое слово каплю надо будет дорого так ну а если вернуться нашим подписчикам которые спрашивали про ps стал очень такой важный вопрос какую в итоге брать консоли про или slim и вот в данном случае ну на мой взгляд я считаю что если бюджет все-таки ограничен то можно спокойно взять слинку и радоваться потому что на мой взгляд большой разницы между про и slim но ее нет многие даже не замечают ну а если есть конечно лишние средства то безусловно имеет смысл взять прошку вот это моё мнение я твое мнение полностью поддерживаю потому что на самом деле многие переоценивают возможности про нужно понимать это не новая консоль это слегка форсированная старая реальных 4k можете даже не мечтать она вам не даст да она даст чуть получше картинку да она даст чуть получше обработку чуть быстрее те же загрузки ну как бы реальных кардинальных отличий нет поэтому можно не заморачиваться слинка хороший выход все зависит от бюджета да я уже как бы шесть лет сижу на фатке и совершенно доволен и даже не собираюсь менять если честно я тоже поэтому выбираем slim slim так ну что дальше тогда по вопросам да мне кажется мы отвечаем и это очень всем полезно был вопрос нужно ли чистить консоль как и как часто ну что я могу сказать как девушка особенно которые в доме живет такое пушистое чудо у меня есть кошка и безусловно мы живем в городе я живу в москве это пыль это шерсть по сути ежедневная уборка в принципе квартиры да конечно же достается и консоли то есть я стараюсь внешне содержать в чистоте и в порядке нет пыли тогда меня действительно понимаю о том что внутри там может быть много сюрпризов и вот как с этим быть меня очень этот вопрос актуален и очень-очень интересен ты нам раскроешь весь секрет что же там внутри в таких условиях да конечно не только секрет открывал я и свою ps4 открывал ее за весь срок эксплуатации два раза погоньте не страшно было нет нет а гарантия гарантия но на самом деле я дождался окончания гарантии и после этого начал разборку это умный ход да потому что при вскрытии пломб вы тут же лишаетесь гарантии это нужно учитывать да и в принципе пока есть гарантия шанс того что она загадится очень маленький поэтому об этом реально начинаешь думать там через два-три года он правда все зависит от эксплуатации то есть у кого-то там домашние животные у кого-то там ковровые покрытия у кого-то еще какие-то там ужасные условия для консоли поэтому естественно она забивается естественно ее нужно чистить очистить ее нужно досконально то есть ну можно конечно этом раз в два три месяца продувать но это как бы временный мир для нормальной чистки и нужно полностью разобрать нужно полностью очистить кулер полностью все продуть в некоторых местах даже промыть соответственно правду и до водой но водой опять же промывают столько пластины да вы пожалуйста поосторожнее конечно топить не стоит и не топить а помыть но есть металлические элементы которые никак не контактируют соответственно с электрической частью консоли их можно промывать но единственно их нужно после промывки очень тщательно просушить и обязательно при разборке и чистке консоли нужно менять термопасту это вот просто обязательно все остальное как бы достаточно просто и понятно тем более что на ютубе полно роликов когда делается сделать это самому не проблема ты не снимал случайно когда ты чистил у тебя осталось как они срок снимал видео но она на самом деле не особо информативно возможно если это будет востребовано то сниму как бы более доскональный ролик и выложи пишите ребят в комментариях либо нам там в сообщение в личную мы если вам действительно нужно и интересно мы обязательно все это подготовим подробную инструкцию опыт есть видите у нас есть живой экземпляр кстати разбирал я не только свою консольную консульт друга поэтому он разрешил не только разрешил он сам добровольно привез ее на разборку поэтому она работает она работает на самом деле перед чисткой она работала как boeing сейчас она работает вообще отлично при учете того что еще у него есть ребенок который умудрился привод засунуть 5 дисков я предлагаю нам завести рубрику а что у вас внутри да кто что он находит в консоли пишите в комментариях будет интересно кстати давай начнем с тебя вот ты вскрыл расскажи насколько она была сильно загрязнена его ну вот на твой взгляд и действительно необходимо каждому да это очень необходимо при учете того что сильно забивается и сам вентилятор и забивается радиатор то есть обмен воздуха становится просто ужасным поэтому вентилятор работает на повышенной скоростью что естественно повышает его износ то есть чем больше и дольше он работает на повышенных скоростях тем быстрее он выйдет из строя и соответственно выйдет из строя вся консоль поэтому это очень важно скажи а если какие-нибудь скажем так базовые вещи рекомендованы вот чтобы как минимум защитить ее от там пыли потому что мы в принципе плавно переходим к следующему вопросу от ребят и и я действительно сейчас думаю а вот как ее правильно установить кто-то ставит ее вертикально вставит горизонтально кто-то там ее ставит на отдельный такой пьедестал и я считаю в принципе это правильно что вокруг нее нет скажем так стен до ограничивающих на циркуляцию воздуха и так далее вот я честно могу сказать я свою консоль и вертикальный горизонтально но мне как девочка очень важно интерьер и мне один день так хочу там через год я все поменяла по-другому и вот если допустим она стоит там горизонтально что что есть ли вред или там или наоборот когда на вертикальный стоит насколько ну так скажем конструктивно она предполагает установку как в горизонтальном положении так вертикальным то есть можно ставить и так и так это никак не вредит консоли самое главное что нужно для нормальной работы это максимально просторные места вокруг то есть для нее не должно быть помех для забора воздуха и для выброса воздуха поэтому обеспечиваем по максимуму пространство по бокам и максимум пространство сзади то есть ребят те кто я ставят на отдельный пьедестал своей комнате как почетные гости вы делаете все правильно да да ну как бы это не странно звучало но в этом есть до логика потому что она должна охлаждаться для охлаждения и нужен воздух поэтому если вы ее засунете куда-нибудь глубоко в тумбочку то естественно будет греться и обидится и у нас сначала будет греться а потом обидится а потом начнет умстить и вот кстати о месте не написали в инстаграм директа вопрос что у ребят ps греется и нормально ли это конечно я как девочка ответил что это ненормально и нужно срочно как-то охлаждать и дать ей хотя бы отдохнуть прекратить играть круглые сутки на пролёт но у меня такой проблемы не было нам не разом от пригрев не выключалась но вот была ли у тебя такая проблема и действительно этот перегрев опять же он связан с чем то есть поменьше играть не очень хочется рекомендовать ну поменьше играть в любом случае стоит потому что помимо консоли которая греется и работает человеческий организм тоже как бы не вечный поэтому по постоянное наблюдение там за каким-то экшеном в экране он не очень хорошо сказывается на зрении поэтому в любом случае мои рекомендации что раз в час давать хотя бы 10-15 минут отдыха да но я не согласна это самый пик игры в кульминационный момент и тут такая твоя фраза нужно в консоли отдохнуть нет вас нет на самом деле консоли в этот момент отдыхать не будет консоль ставится на паузу она не выключается то есть идет отдыхать именно человек да есть моменты когда какой-то экшен когда все кипит и совсем не до отдыха но такие моменты они не исключены и они будут в любом случае у каждого пользователя ну просто стараться в те моменты когда нет прямо такого завала и надо давать отдых но даже когда есть action и там все равно не более двух часов как правило происходит поэтому есть возможность хотя бы раз в два часа выйти дать отдохнуть глазам дать отдохнуть спине и прям как раз контроль чрезмерное употребление ведет к тому потому что я в принципе как бы очень много играл и играю и надеюсь и буду играть поэтому не хотелось бы чтобы люди навредили себе игроки как когда увлекаются процессом очень плохо отслеживать тот момент когда надо поесть когда нужно встать единственный момент который они хорошо отслеживает это естественный позыв а тут отслеживание отслеживание будут поэтому как бы но консоль на самом деле она может там и 8 и 12 часов работать без проблем самое главное это забор воздуха то есть чтобы она дышала то есть если она в идеальном месте и она чистая то есть мы за ней следим то в принципе не требуется вот этих перерывов до во время игр нет нет ее не нужно останавливать то что она греется это нормально компьютеры греется телефоны греется мониторы греется то есть греется все естественно если идет работа то идет и нагрев вопрос на в том насколько сильно нагреть если она греется до такой степени что он начинает коробить пластик это одно дело если же она греется так что ну она просто теплая дом или немного горячую то это как бы другой вопрос хорошо а еще один вопрос в тему как раз об отдыхе консоли я никогда честно об этом не задумывалась но все-таки такие вопросы у наших ребят возникают так вот вредно ли оставлять консоль спящем режиме вот я честно я не знаю что ответить я очень рада что сегодня со мной ты их надеюсь ты даже какой-то развернутый ответ потому что я не знаю что тут наверное нет пусть поспит нет спящий режим это так скажем не совсем выключенная консоль то есть она продолжает у вас работать поэтому увлекаться этим режимом не стоит на самом деле этот режим создан для того чтобы либо зарядить геймпады есть такая возможность настройки поставить то консоль будет некоторое время там заряжать либо если вы что-то не успели скачать там на не успели скачать игру на самом деле мое мнение что игру лучше даже ставить скачивать спящем режиме потому что консоль сосредоточить все свои ресурсы именно на скачивание игры поэтому процесс проходит быстрее но часто ее так использовать точно не стоит поэтому спящий режим он исключительно для того чтобы что-то скачать что-то зарядить постоянно и и отправлять в этот режим не стоит лучше по нормальному выключить принципе я наверно могу поблагодарить тебя что ты здесь и смог ответить на этот вопрос я не могу теперь такой вопрос вот мы проговорили о том что она бедненько и устает и спать ей нужно и мыть ее и чистить нужно так вот вернемся к тому что скоро выходит ps5 как ты думаешь когда в какой момент лучше продать ps4 и в принципе продавать ли потому что я сейчас объясню я буквально недавно видела на просторах игрового мира в интернете картинку где коллекция sony там от самых первых я там даже дэнди увидела и задала вопрос этот тест на возраст у ребят потому что сразу понятно кто понимает кто нет и ты знаешь я в тот момент искренне пожалела о том что предыдущие свои ps я продавала я действительно продавала вместе с дисками то есть ну и покупала но я сейчас понимаю лет жалко мне реально вот прям я думаю что вот сейчас ps4 я не отдам мне прям но я жалею но вот у ребят такой вопрос когда лучше продавать то есть вот я бы наверно не продала что скажет мое мнение зависит все от того какой вы пользователь если вы коллекционер то естественно продавать не стоит если вы ищете максимальную выгоду нужно продавать консоль до того как объявят о сроке выхода ps5 начиная вот с объявления что там грубо говорят двадцатом году в декабре выходит ps5 и тут же начнут снижаться цен на ps4 поэтому лучше сделать этот долет но если вы нормальный пользователь который не гонится ни за выгодой не зале коллекционированием то мое мнение что нужно продавать консоль только когда купите новую либо продавать консоль и на эти деньги сразу покупать новую то есть сидеть без консоли вот там сегодня вы продали отлично ждем год ждем полтора ждем дважды естественно там мы деньги на что-то другое потратим или еще что-то и принципе угадать с ценой ps5 практически невозможно поэтому нужно ждать и соответственно для себя просто определить какие цели мы преследуем если мы преследуем цели не сильно потерять и при этом как бы не сидеть без игр то оптимальный на мой взгляд срок продажи это соответственно покупка ps5 раньше смысла нет суетиться в плане продавать ее или нет опять же будет обратная совместимость поэтому нет смысла хранить и ps4 и ps5 я думаю что режим будет реализован нормально и всех он устроит да думаю что он соглашусь на я свою не отдам но в тему про как раз по продаже ps4 да давай подумаем о тех ребятах наших зрителях которые уже хотят купить был ps4 4 и вот для них сейчас актуален вопрос на что очень важно обратить внимание на при покупке был вот допустим когда я продавала свою плойку это было через сайт не будем говорить о название все мы его знаем да но промолчим то бишь там из рук в руки условно в прямом смысле слова но это не этот сайт ну так вот и значит позвонил покупатель мы встретились и я реально понимаю что ну то есть я да я знаю что моя плойка там не чипованная что там все 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 пломбочки все же все хорошо то есть я спокойно со спокойной совестью знаю что продает но я вот смотрю на него я не понимаю как он может мне доверить до том что он сейчас купит по сути кота в мешке это будет где-то там встречу нас было у метро да я ему отдал он визуально посмотрел и все отдал мне все деньги за которые да мы скажем так договорились и уехал конечно я знаю о том что он счастлив и доволен и она ему там еще не год не два прослужила но вот расскажи пожалуйста как я точно не буду покупать был вот одна там без помощи серия мужского ума рядом да а как ребятам быть от на что им как ты считаешь очень важно обратить внимание когда не покупать был и особенно с рук ну то есть вот так же как вот у меня произошло это у метро мы встретились обменялись где вы я ему там плойку сыграли вам не деньги мне очень интересно ну смотри в первую очередь нужно обратить внимание на пломбы вскрывались они не вскрывались на месте не на месте если попам бы не вскрывались есть вопрос грелась она или нет если пломбы вскрывались весь вопрос для чего они вскрываются для чистки и лежит ремонт вот тут вот несколько как бы таких интересных моментов потому что на самом деле если пломба не вскрыта и консоли у человек там три-четыре года очень большая вероятность того что она грелась то есть возможно тот же кулер уже как бы вот-вот если пломбы вскрыты понять что именно там делали без вскрытия невозможно поэтому тоже под вопрос на самом деле полу покупка был у консоли такая очень рискованная авантюра найти клиента который там будет готов ее показать плане того что удастся подключить до покупать ее вот так вот вслепую очень опасно потому что помимо тех моментов которые я сказал может быть еще то что консоль забанен на наше время достаточно часто используется там и прошивки взломы ну либо просто краденые аккаунты которые тоже могут привести к бану поэтому тут как бы очень много нюансов и на самом деле я бы не рекомендовал то есть по возможности зависит конечно от финансов по возможности не брать консоли ну подожди а как же тогда нам зарабатывать мы же хотим продать и не потом на эти денежки купить ps5 все очень просто как есть проверенные проверенные продавцы есть проверенные сервисы вы можете либо в сервисах уже приобрести консоль которая проверена там либо соответственно в этих же магазинах но в остальных случаях просто смотреть на человека то есть смотреть его историю продажную сейчас большинство сервис поддерживают они показывают историю то есть если продавец нормальным то почему нет плюс многие продавцы идут на то что там берут не полностью сумму часть суммы оставляют на то чтобы человек проверил варианты есть но в любом случае вы должны понимать что это риск но конечно но сказать что вы не плане рискуйте покупая новую консоль тоже тоже не скажет рулетка потому что попадаются и браки попадаются всевозможные там серые привозы и прочее то есть это конечно рискованно но можно по этому поводу особо голову не не закручивать потому что чем меньше об этом думаешь тем меньше вероятность того что с тобой это случится на быть просто внимательным разговаривать с продавцом спрашивать почему если вскрывал вскрывались пломбы то почему для чего соответственно ну оценивать его ответы если не вскрывалась то спросить как шумно она работает как долго эксплуатируется какой режим эксплуатации все это как бы у него спрашивать и опять же можно там попросить его как аккаунт чтобы встретиться с ним в сети то есть psn овская где посмотреть как 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 давно он играет на ps4 потому что зачастую люди продают консоли когда там купили одну фифу поиграли там месяцок им надоело там и все и консоль сливается а бывают такие что вот на релизе купил не соответственно к закату жизни продает так что самое главное быть внимательным получится да будьте внимательны и те кто продают и те кто покупают ушки на макушке самое главное не обманывать других и быть не обманутым абсолютно точно мне нравится такая позиция и вот ты знаешь что сейчас очень важную тему затронул про банк консоли у нас есть такой вопрос ну как не такой вопрос но частично относящийся к этому это продажа и аренда аккаунтов что могу сказать конечно учитывая стоимость игр давай социальных . этот вопрос очень актуальны потому что играть хочется всем но возможности у всех разные и ну давайте ладно уж я признаюсь честно я один раз жизни рискнула и но я не воровала аккаунт я взяла официально в аренду то есть мне это позволило убедиться в том что мне не стоит тратить больших денег на покупку диска да или сейчас как уже удобно цифровой версии в официальном магазине но я рискнула да я боялась я рискнула но сейчас совершенно не жалею и пользуюсь и в общем ну я не буду рекламировать я просто вот высказываю свое мнение что есть вот несколько видов и что ты думаешь все таки риск ты велик риск велик но я как истинный геймер и любитель ps пробовал все варианты и диски и аренда и в том числе пробовал честные аккаунт и так скажем в любом случае вы решаете для себя что вам нужно если просто многие на самом деле не любят цифровые версии они любят от диски нравится что в руках диск никто аккаунтом не заберет они не не забанен там еще что-то там всегда диск с одной стороны да но с другой стороны это как бы накладывать свой отпечаток то есть вам нужно приобрести этот диск то есть это нужно куда-то ехать или соответственно ждать доставку потом соответственно от этого диска если его продавать то вывешивать объявление с кем-то созваниваться встречаться отдавать ну на мой взгляд это немного хлопотно поэтому я всегда как бы сторонник цифровых версий с цифровыми там все разнообразнее есть вариант покупать playstation story есть вариант краденых аккаунтов что я не рекомендую делать нужно на самом деле потому что помимо того что это как бы рискованно в плане банов очень легко получить банка это еще не хорошо с моральной точки зрения потому что это просто воровство в чистом виде и причем это воровство не то что там какой-то компании или корпорации тут как бы не удастся оправдать это воровство конкретного человека владельца этого аккаунта и соответственно 3 вариант это аренда аккаунт в аренду сдаются аккаунты как правило компаниями или там людьми которые приобрели аккаунт точнее создали аккаунт купили на него игру и сдают в аренду это как бы 90 процентов случаев это именно владельцы потому что сдать чужой аккаунт в аренду ну про практически нереально соответственно в аренде аккаунтов я не вижу ничего плохого да кто-то может сказать что это же воровство я тоже на самом деле не согласен потому что политика sony что приобретая игру вы приобретаете право на загрузку право на на загрузку не ограничивает вас одной консоли то есть вам разрешено там купив игру качать и уходим там 150 раз вы можете там каждый день менять консоли и просто перезакачивать вопрос в том что насколько это нарушает правило sony в плане аренды что они вроде как запрещает прокат тут тоже как бы такой спорный вопрос потому что по сути сдается в аренду не игра а сдается в аренду аккаунт то есть по сути это собственность человек который сдает ее в аренду поэтому у всех отношение к этому разному разное но если есть желание сэкономить на играх на мой взгляд оптимальный вариант это аренда да если вот отвечать на вопрос именно продажи аренды да то я тоже считаю что более такой честный это аренда но мы знаем что есть еще также вариант экономии и скидки playstation store и разные сезонные предложения и знаю даже есть в некоторых розничных магазинах они конечно эти скидки бывают реже но всегда что-то интересное можно найти там какие-то баллы бонусы и на самом деле sony в этом плане балует потому что скидки в playstation story достаточно часто и с чем сильнее повышать цены тем чаще скидки и у нас еще один вопрос из таких которые нам самая скажем так массово присылали это про 4k телевизор или монитор и имеет ли смысл покупать для него про вот я когда получила такого рода вопрос их несколько раз перечитала потому что но для меня на 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 данный момент я не вижу никакого материала никакого контента для даже 4k телевизора и мониторов то есть у вот у меня есть ps до 4 ну что мне нужно ну то есть я вот честно я второй раз или третий раз за эфир рада что ты здесь и вот пожалуйста помоги ответить есть имеет ли смысл покупать ребятам про да если нет 4k телевизор или монитор смотрите на самом деле про не выдает 4k то есть формально как бы они вроде выдают но на самом деле это не 4k поэтому в этом плане я не с не вижу смысла заморачиваться то есть если есть 4k телевизор или там 4k монитор отлично как бы крошка да она какой-то улучшение качества опять же даст но кардинального ничего ждать не стоит это хорошо что у вас есть 4k телевизор 4k монитор потому что выходит ps5 точнее еще не выходит но скоро выйдет которая вообще обещает поддержку 8k это хорошо но заморачиваться в том плане что у вас прошка и нужно купить там 4k телек или монитор на мой взгляд смысла нет это нужно делать либо к выходу ps5 либо уже когда ps5 выйдет тогда соответственно и телевизор и 4k будут еще дешевле и 4k монитор тоже конечно да контента становится все больше и больше но опять же на мой взгляд 4k это нечто промежуточное между full hd и 8k поэтому на самом деле я думаю что мы достаточно быстро перескочим 8k и не успеем даже этого заметить ну ладно не торопись подожди у нас тут 4k монитор хорошо ну что я могу сказать я могу только резюмировать мне кажется в общем я постаралась подготовила все вот эти ваши вопросы до которые мне писали мы обсудили абсолютно каждую тему на мой взгляд далее ну наше развернутое мнение насколько у нас есть до информации насколько у есть времени понятно что на каждый вопрос можно отвечать часами это не будет вас не востребовано в рамках лету согласна но мы в любом случае будем очень рады если по какому-то из вопросов и тем которыми сегодня обсуждали вы напишите нам свою обратную связь ответили ли мы вот лично вам на ваш вопрос который нам задавали помогли ли мы вам если нет тоже пишите пожалуйста мы вас огромной радостью нам очень понравился вот этот формат что вы нам спрашиваете да там вы у нас спрашиваете я мы вам отвечаем так что пожалуйста давайте будем на связи подписывайтесь дальше больше нам подписывайтесь ставьте лайки ставьте дизлайки любая реакция хороша любом случае следим за комментариями следим за вопросами с удовольствием на будем отвечать более подробно если вам это интересно а вам это конечно же интересно давайте так что подписывайтесь и всем пока пока пока